Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвот и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива». С вами Юрий Гемельфард. Я Александр Плочин. После ужасной трагедии в Магнитогорске появилась в интернете петиция с требованием расселить жителей пострадавшего дома, этот сам дом снести. И, казалось бы, нормальное желание, потому что по оценке всех профессиональных строителей этот дом уже в данный момент находится в аварийном состоянии. Однако губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский, он отреагировал на это своеобразно. На своем телеграм-канале он обозвал эту петицию за расселение «пляской на костях». Саш, как-то странно называть «пляской на костях» заботой о жизни людей. Это что-то новенькое. Ты знаешь, тут две составляющие. Может быть, даже больше. Может быть, три и пять составляющих вот этого конфликта. Во-первых, люди опасаются за безопасность проживания в целом. Говорят, что там появились трещины, появились какие-то зазоры увеличенные в строительных конструкциях. Это первое. Второе. Ведь никому не хочется жить в том месте, которое постоянно напоминает тебя трагедии. То есть чисто моральное давление человек будет, вся семья будет испытывать, если ты выходишь из подъезда и видишь вот это место, где произошла жуткая трагедия. А ведь в семье иной раз бывают элементарные, ну, скажем так, какие-то праздничные моменты. Ну, я не знаю, там, день рождения, там, у кого-то свадьба, какие-то праздники типа Нового года, там, которые вот сегодня в таком трагедийном, то есть в этом году в таком трагедийном духе провели все жители этого дома и окрестностей. Чисто моральный момент, это вот второе. То, что ты постоянно будешь думать вот об этой трагедии. Более того, эти же власти хотят создать на этом месте монумент там какой-то. Да. Мы не могли туда поставить. Саша, вот, кстати, об этом монументе, а вот это не пляски на костях, это не пиарно трагедии по логике Бориса Александровича Дубровского. Так, что ли, получается? У вас вот сдвигать там монумент, тратить на него деньги и так далее и тому подобное, это не пляски на костях. Как ты странная логика. Ну, видишь, вот такое понимание. Не он же живет в этом доме. Я так понимаю, он, скорее всего, живет в каком-нибудь уютном коттеджике, где-нибудь загородном, там, его возят на красивой иностранной машине. А здесь простые работяги живут, которые на этом металлургическом заводе работают. Ну, постройте вы им новый дом. Ну, пусть им ничто не напоминает в этой жизни о горе, о беде. Мемориал. Вот когда вы снесете этот дом, ну, поставьте мемориал. Поставьте мемориал, там многие люди будут приходить класть туда цветы. Но делать кладбище или, там, допустим, вот эту вот мемориальную зону из обычного жилого двора, да, где будут веселые детишки бегать, играть, это неправильно. Неправильно будет с моральной точки зрения. И главным образом, я считаю, что до конца еще, вот за такое короткое время, тем более в семьях условиях, не были проведены все анализы вот этого дома. Как он, что он из себя представляет в чисто техническом плане, в инженерно-техническом. Потому что мы еще не знаем, как он поведет себя, допустим, в теплое время года. Так же? Сейчас что-то оттает, что-то там поплывет, поедет и так далее. Вот. Какие конструкции надо менять, что нужно переделывать. Вот. В любом случае подобного рода объекты должны устраняться, я считаю. Вообще убираться и... Так я тебе больше скажу. Это так называемый крупноблочный дом. И вот после этой трагедии я проконсультировался с профессиональными строителями. Они мне сказали, что это крупноблочный дом, рассчитанный на вертикальную нагрузку. То есть если никаких горизонтальных катаклизмов, никакой горизонтальной нагрузки не будет дополнительной возникать, то в принципе такой дом может стоять не меньше, чем египетские пирамиды. Но от горизонтальной нагрузки крупноблочный дом просто сложится, как карточный домик. Вот ведь в чем дело. То есть такой дом, если уж так подобное произошло, он неизбежно должен расселяться. Но я вот что хочу сказать. Вот обратите внимание, вот после, особенно вот этого вот новогоднего приключения с обращением Путина, которое собрало массу дизлайков, после вот тех перлов, которые выдавали в прошлом году наши депутаты, наши чиновники, они, и вот после этого заявления Дубровского, вот мы же читаем с тобой комментарии, часто говорят, вот за что вы так ненавидите власть, за что вы нас так не любите? А вот у меня риторический вопрос. Ребята, а вот за это? Вот за это? Вот за то, что вы излагаете подобного рода бред? Делая при этом мемориал, грубо говоря, в песочнице в детстве. Вот на что получается. Что по сути дела как раз и является самым настоящим пляском на костях. Более того, вернемся к тому вот ролику, который 2-3 дня назад ты записывал, в праздничные вот эти дни. Ведь никто так до конца нам вот эту мутную ситуацию со сгоревшей газелью, с погибшими там людьми, с обысками или облавами каких-то там соседних микрорайонов, ведь до сих пор никто ничего не рассказал. И взаимосвязаны ли эти события со взрывом дома, или не взаимосвязаны, или это совершенно отдельные события. И что там творилось вообще. И наконец-то, в конечном итоге, определился ли этот Следственный комитет по поводу того, что все-таки в доме произошло. Ведь дело в том, что говорят, что следов взрывчатки не найдено. Следов взрывчатки не найдено. А кто сказал, что теракт нельзя устроить при помощи того же бытового газа? А по поводу того же бытового газа уже неоднократно говорится, что за 15 минут до взрыва какой-то жилец выходил из подъезда и никакого запаха газа он не слышал. С другой стороны, те же самые профессиональные строители и профессиональные газовики, они говорят, что для того, чтобы такшим дарахнуло, для этого концентрация газа должна быть такой, что там из квартир бы люди повыбегали и стали бы спрашивать, что вообще происходит, что вообще творится. Ну да, хорошо, сделаем поправку на то, что люди отмечали Новый год. Но, извини меня, запах газа, он перешибет, как говорится, любой другой запах и любой человек забеспокоится. То есть это лишний раз доказывает, что мы не знаем, что там произошло. А теперь возвращаемся к техногенному происхождению вот этой вот самой аварии, да? Но ведь мы не исключаем, что некоторые газовые плиты в этом доме, что причиной могло быть техническое состояние какой-то газовой плиты, да? Мы не исключаем то, что эти плиты могли стоять аж с самого 73-го года, когда мы построим дом, правильно? И не исключено, что в соседнем подъезде, в другом подъезде есть точно такие же плиты, где живут, может быть, люди неративые, может быть, люди слишком бедные, может быть, какие-то люди сильно пьющие, скажем так, вот в таком плане. И они вполне могут породить при такой технике, может быть, это характерная для этой техники неисправность, вполне могут произойти еще какие-то аварии. Зачем? Строите новый дом, оборудуйте новой техникой, пусть люди там спокойно живут. Потому почему-то деньги на московскую реновацию, вот пример конкретный, да? Под бульдозеры пустили, под эти самые строительную технику, пустили старые пятиэтажные площадные, сейчас на их месте строят там 16-20 этажные свечки. Ну, люди там получают квартиры, в соответствии с теми условиями, в которых они жили, ранее по площади имеется в виду, по удобству и всему прочему, и все нормально. Ну, вы отбросьте деньги с этого счета с двух пятиэтажек, там, или четырех пятиэтажек, московских, и отдайте их мэру в виде спонсорской помощи, там, или пожертвования, отдайте мэру Мальдиногорска, и он построит им точно такой же дом. В чем проблема? Четыре пятиэтажки, там, или пять пятиэтажек в Москве подождут. Я полностью с тобой согласен, Саша. Ну, что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения по поводу заявления губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского о том, что требование расселить жильцов дома в Магнитогорске, где произошла эта ужасная трагедия, пляской на костях. При том, что на месте трагедии сами власти почему-то решили возвести мемориал. Но, как всегда, я напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. Пока.